итак давайте смотреть финляндию против россии значит вот играем и на близко не выигрываем и французов и чтоб вы думали следующее оказывается финны финны которые выиграли испанцев между финами и испанцами мы не знали кого ждать потому что испанская сборная была тоже довольно сильный ну оригинами были финны да явно но по-моему там фильм с испанцами играли довольно интересно была по-моему такая плюс-минус близкая карточка не в одни ворота картами будет дорадо и king's roll 2 плода третьим будет лежанка решающим и что сразу можно сказать про финнов это то что финны это команда которая обожает трипол танк а именно у нас здесь сборная финнов основывается на команде nip который уже не nip которая до этого называлась sg1 это финский коллектив довольно интересный довольно сильный три человека из него запись хумзи и мафу тайма играет за envy как все знают команды мирового уровня линкзер был из дегнитосов и цене был кто-то не очень этой команде был сейчас он играет за какую-то американскую команду одна особенность у финнов есть of классы у них линкзер который играет обычно дпс играет на рейнхарде и он очень хороший дпс на самом деле и цене них играет на люсио хотя цене тоже dps изначально и одна из особенностей фильмов она заключается в том что они играют особенным компом трипл танка всегда от рот хога рот хог самое важное звено финской команде и вот здесь вот на дорадо у них тоже особенно тактика с дорадо им очень повезло они всегда ходят внизу они всегда ходят внизу и всегда начинают навязывать файт очень близко сразу же на входе то такое это не очень приятно если честно и не сюда просто пробивается я для себя в этой катке зазорю просто сделал установку что я должен очень сильно играть с пони с его своих тиммейтов пытался постоянно сэвить ешку для рот хога чтобы рот хог вражеский не мог руками никого убиваться получать с этого вэлью посмотрим как это получилось получилось не получилось вообще пару баллов точно будет хороших за баллов не короче говоря здесь я здесь старался не заряжаться на самом деле если здесь не ставил цель полного заряда общие тащения это единственная команда против которой это играл так большим счетом дальше зарядиться и там уже лезешь куда попало тут сразу же видно да что на выходе с респы драка была очень завязана инфикс накопил очень быстро себе ульту из-за танков но для моей танки это хорошо почему во первых во первых потому что она быстро копит по ним ультимейт она попадается с ульками по всем танкам танки здесь половина без защиты и так далее и ультимейт быстро копится то есть рот хог в принципе такой это рот хог как бы поэтому анфикс выфармливает заморозка сразу же и дает вообще недолго думаю это правильно решение абсолютно мы их полностью сплетим и разбираем по одному по 2 к слову что выбрать тоже атак набирает ульту очень быстро и рубен тоже выхиливает очень быстро boost таким образом после первой успешной драки с заморозкой которым потратили до бухова на бухова бы никак не было так рано до бухова копится дольше мы именно на бойц и это очень хорошо это значит у нас есть продолжение с финской стороны мы видим что фильмы тоже не ерундой страдали по их стратегии близкого холода надо рада они накопили почти что 6 ультимейтов просто гляньте на проценты у моей почти готовая к то же самое то есть 80 плюс все все финны почти что мы выходим они тоже выходят на дефенс ну и конечно ждем на что она будет идут дилемма на самом деле сфинка страны у финнов видите у них нету дпс а для комбы то есть они играют также француза некотором смысле у них нету не рипера не генжи и поэтому им не в кого давать на на буст и это для нас преимущество мы можем спокойно давать на на буст в бойц и финны просто физически не успевает например у финской лицу ничего сделать он просто сразу же падает после этого я докидываю еще и гравик и берн успевает десылать еще и по гравику финны сдают бусты финны сдают заморозку финны сдают ультуру тхога поэтому докинуть гравик решение было ну обосновано тем что противник завязал тоже ультимейта здесь не просто так кидался гравик да и скидал из тех же соображений да то есть если бы противник ничего и например не завязал то в принципе вайпнуть их за на бой было бы нормально это было бы хорошо богу достаточно но поскольку противник начал брыкаться кинул еще там и заморозки какие-то там ультуру тхога провязал то нужно было докидывать еще и стан еще и гравитон то есть в целом по ресурсам разменялись 4 в 4 да примерно но из минусов то что мы фокапнули комбинацию гравитон и заморозку заморозка будет опять без гравика но из плюсов как уже было показано ранее заморозка иногда имеет хорошие эффекты соло без гравитона поэтому в целом не критично играть можно с этим плюс у нас еще будут биты ну у финской стороны тоже будут биты нам показать повторно и у них есть гравитон сейчас самое важное нам обыграть гравик но в теории а супер обыграть его и не нужно можно просто дать биты на него этого хватит и вот здесь я не успел спасти берны щитом первая в элит расход хога впервые хог получает возможность сделать пик за своей командой сразу же идет гравитон причем гравитон идет смотреть какой прошивый вообще ни в кого вообще мафу не очень хорошо играет заре это правда такое мое личное мнение него бывают косяки он постоянно там на какой-то минус паралисе где-то хз этот гравитон был в никуда мы просто все эвакуировались и получается что если бы финны не кидали гравитон вообще а просто закончили бы всю драку на том моменте когда хумзи попал хуком результат был бы такой же то есть ничего не поменялось и потратили свой иницирующий гравитон и теперь у них драться по факту нечем теперь финнам для инициации драки нужно скидывать бусты а у нас что мы видим по ультимейтам у нас на подходе две комбы буквально одного файта нам понадобилось чтобы накопить обе комбинации и я думаю что она будет здесь наш выбор хок отдает хук не попадает ни по кому но ждет видеть он он знает про берна поэтому чекает спину бывает нашел прошел берн сзади его поджидают возвращается и отдает shift тут падают финны упали вниз и сдали биты то есть финны отдали бусты и как видно да она кинула время справа густы видны и биты финн отдали на инициацию ну как на инициацию на гравитон тоже ну что я вкинул гравик в ответ и анфикс дал заморозку то есть здесь мы решили я не помню чем связано принять решение такое на самом деле почему мы решили дать гравитон заморозку они на на будет но договорились так значит так поэтому дали заморозку с гравиком убили одного люська правда пока что потом берн скинул нам еще и макри макри тоже отправили в помойку впрочем это размену два в два в итоге ну как вы видите просто размеры были как это код момента равные после этого пошли в нашу пользу зачем рефлексе зарю потому что заря бывает кидает шарики шарики летят обратно если ты их рефлектишь но и здесь на самом деле видно да что оппонент успел на контест вражеский саппорт она вбежал в тележку и поэтому берн недолго думая достает нож слова еще знаете что если не косяк небольшой рубин отдал уст и в этом файте я сразу не заметил а рубин бусты сдал кого-то перед смертью он умирал видите с собой такая смотрите мы получаем пик мы теряем зарю один в один непонятно файд выигран или нет мы делаем пик но рубин понимает что он сейчас умрет и он перед смертью так и надо делать она я говорил уже что это оправдание такое бывает если саппорт умирает перед смертью он иногда дает бусты потому что не знает сход файта он решил сдать быстрее чтобы файт выиграть намеренно он умирает но дал бусты перед смертью поэтому сразу же умирает хумзи и тут ну мы добиваем их то есть да были факт он был факт на комбинация на на бой да но выигран предыдущий файт уверен то есть на самом деле решение такое 50 на 50 непонятно было выигрываем или нет он не мог знать наверняка хорошая стенка от анфикса да идеально но запись падает в телегу причем заметьте вся физка команда выходит сверху и никто почему-то кроме записи в телегу не несется макри тупит пытается зафражить люсёк тупит не бежит больше телегу но вот хок не бежит больше телегу как он прыгает назад если бы не запись то финны бы обделались но запись успевает поэтому берна щехляет свой клинок дрогона и рейзовер ну вы поняли изнасилование моральное и физическое от финской сборной происходит полнейшее более того есть косячок финская иногда дает стан еще в последнюю секунду и отлетают ошибка от рейна то что он стан отдал и в ну мне не не нравится композиция финна в целом но до этого они два файта назад фокапнули гравитон сейчас не фокапнули стан у них нет ни битов ни бустов ни хайнуна то есть чем драться в следующем файте кроме бухов вообще ничего нет бухов заливает тоже нечем у финнов незавидное положение честно говоря просто незавидное дефенс пока что вообще не идет мы пока что едем просто катком с отличными комбинациями ультов но здесь вот у мафы и шанс затащить ради мазер финланд пожарить стенку постоять можно например от этого будет польза нет у нас тоже нет комбинации никакой жесткой данные заморозка можно просто выйти на заморозке если гравит на копить не получается долго финна нас не видят видите а мы снизу прошли они долго стреляли на хг и никого не видели хумзи пикает что-то у берна давайте глянем как это было он даже не хукал то есть видите он хуком не попал берн залетел в толпу туда его хумзи просто дробью в морду ваншот ну просто один ваншот то есть рандом на самом деле повезло финскому родхогу то что он так берна изнасиловал ваншотом и дальше уже да тут по накатанные мы не пытаемся выиграть мы не пытаемся выжить они отдали бусты мы не отдали ничего по экономике выше вперед файт проиграли но файт был проигран довольно дешевый оппонент небольшие небольшой кровью небольшими силами выигрывает буквально вкинув один ультимейт который ну тоже к слову не самый ценный опять регуб от нас рубан готов давать бусты берн готов залетать на набоит то есть дефолт на набоит у противника готовы кстати биты готовы готовы то есть пять ультимейтов готового противника на набоит поэтому на набоит будет более торговый нет гарантии что кого-то им вайпнешь впрочем мы почему-то не спешим я прохожу ловлю кущу дэмэджи заставляю рубанами хилить и тут мы наконец срываемся пошел на набоит из реакции сразу видно макри да хайнун дается хайнун но берн залетает в угол где стоят саппорта противника и хайнун здесь нету но цене успел разделить биты биты на биты идут чуть лучше в нашу пользу и берн все таки провязать саппортов плюс еще булаки внутрь на хг заморозка и гравик то есть мы все отдали мы просто все отдали все ультимейты финн отдали тоже все то есть почему буду кинут гравитон и заморозка но потому что смотрите пошел на набоит пошел хайнун и бит 2 в 2 размен и мафу вкидывает гравитон 3 в 2 размен в их пользу в ответ на это сразу наши биты 3 в 3 размен и я еще не имею гравитона только докапливаю его поэтому я кидаю воду немножко позже фиксы закидывает заморозку они отдают ульту хога и отдают стан просто это был файт в котором было вкинуто двадцать тысяч миллиардов восемьдесят четыре миллиона ультимейтов и мы выигрываем модели много они отдали много и у нас еще остался стан рэдза ну то есть просто идеально на самом деле почему мы выигрываем файт когда было вкинуто одинаковое количество плюс минус ультимейтов с обеих сторон даже может быть меньше с нашей стороны но поровну потому что ряд стан не отдал а у них лана не было то есть 5-5 ультимейтов был вкинута потому что у нас есть сильная комбинация с на на бустом а у них нету у нас и она боит а у них нету в кого дать на на они вы не давали в этом файте да но в любом случае если бы даже у них на на был в кого бы они выдали в родхога ерунда в ринхарда против генжи ерунда несравнимо в макри ну 50 на 50 но макри может быть прорезан ножом поэтому нет хорошее говоря пик у нас лучше исполнение хорошее и тут вот происходит крыса гейминг тайму выходит сзади и делает вот это насилие над редзом 109 hp и в теле летят мимо бернер изменит редс падает линк зарубивает в адресой 2 хэдшота 3 х что-то подряд это ну это какой-то имбот просто случился короче говоря тупое тупое что-то незаконное типа вот это вот это вот что-то незаконное тайму брат можно пожалуйста поехали обыма хатшот 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 шот 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 шесть из шести он попал 3 и 6 хэдшоты 1 hp да это был очень сильно то есть это не просто макри который попал 6 из 6 это макри который попал 3 шота подряд в голову и 6 из 6 одновременно и тут мы немножко так конечно прихерели с этого на самом деле на самом деле я мог этого макри убить то есть как я не знал когда я могу что я мог его убить когда вот здесь вот так у меня происходит он дал редзе обойму я сдал молот ему я разворачиваюсь по него знаю и дают в теле 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 мимо попала 0 дэмэджа его подхиливают 2 мимо 0 дэмэджа 0 или не 0 но совсем мало сейчас глянем вот эти было нормально если бы я попал на дути стилю больше то он бы сейчас умер уже и три выстрела ну хотя нет уже в конце три выстрела не решали честно говоря последние три выстрела уже ничего не решали поэтому вот вот если бы он умер до моей смерти все было бы по-другому но момент когда у меня убил все изменилось то что он там убивает рубикона это уже не важно там уже все посыпались умирать мне нельзя было то что меня убил я сдох разрешала 2 хожу то по моей башке мотаю чуть вперед минута остается да еще очередной пуш и уже профильный дэв прямо на точке своими костяком они стоят они стоят очень жирным костяком и вообще все в одной в одном месте раздает стан в щит но убивает линкзера один в один размены и здесь дива залетает на мэй идея супер плохая а берна щехляет нож они отдают бусты но в кого не бусты дают это было красиво кажется они бусты в хога дали давайте глянем да они дали бусты в хога что есть немножко бесполезно особенно без ульты вы гляньте на детекшн от берна 1 2 дефлект в упор до свидания ну соляра на соляру короче говоря таймо залил соляру шутоберн залил соляру тупо на реакции ну как это он похоронный уже был неважен совсем в рейтоне одно тело было финские маслины бывает мотаем финские маслины вперед нам показывают что долл бруна в экшене 1 1 1 1 1 таймо уши долберн 1 1 порезали тут команду и там команду предложение банкета ну что же дорада и теперь русская сборная дефенс играем все тем же до плюс минус 2 комбинации на на бойц заморозка рукавик ведь не к играли к слову в макри то есть вот она происходит такое когда противник пикает triple танк и допикивает последним флексом когда он может взять вместо макри любого персонажа до и любой персонажа сильного с комбинацией может взять рипер от может взять генжи да чтобы был на на усилина на просто чтобы когда они все напикуют макри это говорит о том что противник Пытается навязать какую-то свою игру Через своего сильного персонажа Часть игра с генжи Когда репер в мете Она поясняет то же самое То есть если в мете находится репер Но команда играет, например, через генжи Это значит, что просто команда умеет играть от генжи И пытается играть от генжи и так далее Тот же классический Трипл танк от финнов Но с макри Поэтому будем смотреть чудеса на виражах от макрека Пок пытается нахалявить Не получается Я пользуюсь стрелочками Я только не помню, кто посоветовал Не знаю, почему советую Если честно, просто прекрасный пик для них То, что Хумзи только что сделал Это то, из-за чего финны дошли до этого стейджа Этого кубка То, почему они дошли до полуфинала Потому что у них есть Радхок, который постоянно делает пики И только что он это сделал Я не спас Редза никак Редз отвалился И мы начинаем просто делать Я начинаю танковать Анфикс начинает танковать И опять ранняя заморозка Что-то бренд такое не вращает Прыгивает Подрезает Подмораживает Ну То есть Финская стратегия их хоронит На самом деле Их хоронит Что происходит Они просто нам копят ульту То есть Танки стоят по мейну Вот, получают дэмэйдж Вот Танки идут, получают дэмэйдж И казалось бы Ну дэмэдж фигня, не летальный А гляньте на процентов фикс Это 43 44 Там попал сосульку 52 То есть Казалось бы Они получают немного дэмэджа Но если учесть Что каждая сосулька долетает в цель То в итоге Суммарно дэмэджа получается очень много И получается вот такая вот Быстрая заморозка Которая всех хоморозит И их потом Берн подчищает Замороженных Так и произошло Все замерзли Берн их порезал В итоге Файт, где Протенег получил пик Они поигрывают Но в этом есть минус Да, вы сами знаете Какой уже наверняка Мы отдали заморозку А значит фокапнули комбу Гравик и заморозка Поэтому Сейчас нам очень нужен Nano Blade В идеале Nano Blade Мог бы нам помочь И у Берна почти готов Ножик Буст уже есть Видим, что противника Тоже готов к Nano Но у них нету сильной комбы Поэтому в кого задавать будет Финская команда Буст Непонятно Либо в Макри Давай я пытаюсь Сделать так, чтобы Макри Генжи убил Либо в Ринхарде На спейс В любом случае Обе комбинации Слабее, чем в Nano Генжи Ну Фин очень долго готовится Видите, как они стоят Они уже дважды Прошли наверх И очень много времени На это тратят То есть уже Две минуты времени прошло От атаки до рада Они сделали только Один полноценный пуш И причем этот пуш Что-то Берн им Сделать не даст Никак физически Берн делает Килл какой-то там Еще кого-то Убиваем Но если честно Лезет супер глубоко И Хумзи опять наказывает Почему Хумзи Хороший родхог Да потому что Он постоянно убивает всех И как бы Неспроста его считают Чуть ли не лучшим Родхогом Богом родхогов Но его эра прошла Поэтому пока Переживать не стоит Финны снова начинают давить Они сделали два пика У нас Берн мертвый Кто-то еще там тоже мертвый И они собрались шестером То есть видите Ситуация плохая Но Ситуация плохая Не полностью Потому что у нас есть Гравитон и заморозка Как видно справа сверху Да Одну комбинацию мы отдали Файт поиграли У финнов пять ультов И за ле они тоже свищнули Дают спейс еще Хайнун Но мы даем гравик Я выхожу слева Кидаю гравик И анфикс кидает заморозку Комбинация супер сильная Они сдают биты Чтобы засевиться Но они все мерзнут в гравитоне Гравитон не дает не уйти Просто никому И Рэдс молотком карает Всю эту вообще поддягу Как же это было хорошо Борщи кошечки Загрупированные финны на телеге Целиком всей командой заводят в гравик Все замораживаются И мы всей командой их месим Даже в меньшинстве В четвером Сколько там В пятером Это было очень больно Это было очень больно Видим что финны перестали Играть залю Взяли обезьяну Я не знаю чем это было обосновано Скорее всего Вот такие пики обезьяны Обоснованы опять же Тем самым желанием Законтрить вражеского генжи Который тебя достает Типа что Генжи Страдает от обезьян Давайте возьмем обезьяну Но это так не работает Ребят Это так просто не работает Поэтому Уже третья команда На нашем пути Пытается спикнуть Просто соло макаку В нее даже бусты дают Чтоб она захейтила кого-нибудь Она находит Несчастного Рубикона Рубикон мажет Слип по этой обезьяне И это хороший пик От обезьяны Очень хоро Ну то есть вот Как бы странно не было Но только что Бусты в обезьяну Ся полностью оправдали Это были хорошие бусты Реально хорошие бусты Мы там дали какие-то размены Макри отлетел Афинов Да Но это все не важно Потому что буст убивает Нам полностью бэквайн Убивает кого-то там еще В итоге минимум Минус три С бустами Винстона Хорошие пики Для афинов Будет выигранный файт Да Если бы Рубин попал Слип к слову Возможно было бы по-другому Возможно Мы занимаем хг Видим что по экономике У нас на подходе Комбинация Гравик и Заморозка Но нету Вот в чем проблема А драться чем-то нужно И тут возникает вопрос Что делать Мы дропаемся Ооо А тут крыса у нас Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ах ты крыса Зашел в спину И вырезал нам Баклайне саппорта И мы еще потеряли Меня впереди Ну короче Это провал да Пацанам уже не нужно Убегать Никуда нужно На телеге было умирать Ну в любом случае Умирает быстро Поэтому нормально В общем файт Получился фейловый Макри хорошо прошел в спину Мы упали Никого не забрали Но И плюс и минус Плюс в том Что я докопил гравитон Минус в том Что он фикс отдал заморозку Мы отдали морозню Я кстати помню этот момент Вообще фейл этого момента Скажу в том Что я сколил рано дроп Я сколил Что нужно падать на них И они разбежались все Это было просто плохо По таймингу Это не видно Потому что вот какая камера Видите какая камера А вот видно Что квадратик падает вниз Вот этот квадратик Который падает вниз Прозрачный Это он фикс падает вниз Он кинул заморозку И падает вниз первым Туда одним из первых Это рано Это очень рано Финны все разбежались Что-то сейчас внизу заморозка стоит И там у меня никого нету Обезьяна сидит на генже Макви убивает спину Бэквайн То есть все вообще Очень плохо у нас Очень плохо Тут без вариантов Сливаемся побыстрее И Чем драться Сейчас непонятно То есть видите У нас факапнуты опять две камбы У нас нету ни ножа Ни заморозки Поэтому в гравитон В идеале надо не знаю Как это либо на Либо на на бусты кидывать Либо вообще просто Гравит делать экономический Смотрите как фина стоят забавно Они знают про гравитон У них Архатти антирегу один Обезьяна сверху Все саппорты убежали назад Саппорты Макви стоят на дистанции Не дают их так легко загравить Типа чтоб гравит во всех не залетел Обезьяна прыгает Значит сумбор Хок справа снизу один И они дают бусты в Макви Хайнун И он Помогает убить Мэй Также убивает Берна Убивает Люська Ну То есть вот видите Нету сильной комбинации С на бустом Да Но вот такие бусты в Макви Когда Макви имеет кучу спейса Когда Макви реально как бы считается У тебя сильным ядром в команде То в принципе как-то отыграть он может И как-то может затащить То есть Мы атаку сделали хорошую Допустимый чекпоинт Фины сделали то же самое Почти что то же самое 2.40 на часах Времени предостаточно 2 минуты Чтобы быть на равных с нами Этого может хватить Но мы таковали по следующей точке долго И она атакуется сложнее раза в два Из-за того что она закрытая Ну тут настало время цикла нашего Они отдают биты Мы отдаем на наблэйт И видите как трудно даже прорезать Получается тут Во-первых потому что с битами Во-вторых потому что Уже как бы полуфинал Уже не так просто И тут Макви тоже огрызается Тем не менее Тем не менее Хоть Берна опять же и убили Он успел убить одного Прорезал биты Политам в размер 2 в 1 минимум Он успел сейчас кстати в рипера Видно да По пику И в целом файт выигран Видите финны отошли Это главное Главное что телега не едет Если телега не едет То файт выигран Даже если у вас меньше Это работает именно так Очередной заход финнов Очередная попытка И заморозка пошла Заморозка видите Не получилось Много заморозить людей Буквально один Холк Агенхард замерз И мы немножко развалились Капельку Они тоже откинули бусты Но они успели разбежаться Самая проблема была в том Что финны Очень хорошо реагируют на заморозку Что на второй точке Что здесь они спиды прожимают И просто убегают Просто разбегаются Поэтому бусты заморозка отданы Рипер без ульты Они отдали стан Но финнов тоже экономики нет У них только хайно Вот это хайно И он меня ловит Я отдаюсь Я его толкнул Тефтели вправо И не думал Что он так быстро Войдет на меня Но он вышел И он полностью Был сведен Я ланшотаюсь Но Рец въезжает На стрелку за вас С помощью стана Войдет парочку Видимо оппонентов И взрывает Бывает То есть момент Когда Ринхард Вытаскивает катку Это например Один из них Что произошло Чтоб вы понимали Он застанел Род Хога Который хокнул Берна И застанел Макри И въехал в Хога В итоге минус хок Минус Макри Застан делаем даблкил Хороший стан отряд Застащил В данном моменте Дальше мы теряем Берна Теряем Рубена Но это уже не важно Потому что это размены И точка Будет защищена И остается 50 секунд Последний пуш И у меня 70 гравика Если бы я накопил Грайтон Это было бы просто идеально Ультарипера тоже имеется Но хотелось бы иметь Все таки комбинацию Гравик и Заморозка Супер сильная Фин опять идут в пуш Тоже особо не придумывают ничего Просто выходят по мейну Пошла жара И Рубен падает С 95% ультимейта Довольно обидный пик Мы прожимаем биты В троих Идет заморозка без гравика Но заморозка неплохая С помощью нее Берн делает даблкил По танкам без ультимейта Ну кстати танки жирные К слову да Их проще без ульты убивать Если они стоят в ФК В заморозке И после этого идет еще И гравитон сверху Берн даже не прожимает ульту Это победа Бусты в Грайтспида Мотивирующие 1-0 Сборная России Вырывается вперед Давайте глянем На финские маслины На русские рафлянки Все как обычно Пакетики Девайсики Реперки Все как у людей И конечно же маслины Сильные неприятные Ну еще бы Грустняш Мотаем вперед И заезжаем на Кингс Роу Где Кингс Роу Вот он Да вот он Прекрасный КР Вот он Прекрасный Кингс Роу Дефенс будет Первый за нами Тайму хорошо играет На удаве Это известный факт Не помню правда Будет ли он играть на ней долго Объяснить почему командные Пикали солда А зачем пикать солда Если солд был не в мете Ты знаешь что такое мета Краснажи От патча к патчу Меняются Потому что их усиливают Или ослабляют Тайму не стал играть Давай Это было видно Для пика какого-то попытки Вперед Макри Финны будут играть тем же То есть видите Они отказались от Мэй Потому что Вообще у Финны была тактика Играть с Мэй По-моему и трипл танком Против других команд Которые играли танками Если команда не играет танками То Мэй не так хороша бывает И вот у них Макри Имеется парень Который на Макри разваливает Они играли типа От парня Который разваливает Выходит Макри Тут в отель И ловит Прекрасный слип От Рубикона Но толкают Редза в поездке Я не успеваю дать ему Бабл до толчка И его сталкивают Тем не менее Анфикс отрезает Рейна И убивает его на точке С помощью стенки Как это было видно Пока мы здесь воюем в отеле Справа на точке Видите стена стоит Это стена от Анфикс И она отрезала Ренхарда Ренхарда изнасиловали на точке Видимо Если я правильно понимаю Рез также падает Анфикс делает даблкил Но Анфикс конечно много убивает Блин Ну и меня залезли тоже Здесь на 100% Божечки Кошечки триплкил Почистили финнов немножко Загнали их обратно В респу И вы гляньте на проценты Ультимейтов Вы просто гляньте на это Безумие Есть две комбинации За один файт Две комбинации За один файт Просто жесть Все правильно Мэй хорошо работает Почитает трех танков Мэй это лучший ДП Спортит от трех танков Многие команды Ну метод даже стал такой Когда Дрипера понерфили Многие команды Играли трипл танк с Мэй Потому что Мэй неплохо Сплитит команду Разрезает их Ну здесь Короче говоря Что происходит У них только бусты готовы Мы теряем двоих Мы теряем двоих И Анфикс задает заморозку Мы вкидываем еще и гравик Еще и нож То есть И буст Отдали мы много Мы реально отдали много Мы отдали четыре Ультимейта Но у нас убили двоих Сразу же И Рубена тоже упал То есть у нас минус три в команде Поэтому в принципе В данной ситуации Отдать много ультимейтов Имело смысл Да То есть Нужно было выиграть Файт сто процентов В меньшинстве Кантин никаких не было К тому же Фикс отдал заморозку До Блокхола И По-моему она тоже была Не очень удачной Наверное находит здесь Макри Макри его Игнорирует Пытается уйти И идет Финский гравик Знаете что я думаю Про финские гравитоны Вам уже не знать Что я думаю Про финские гравитоны Потому что Но это важно Это типа реально важно Когда анфикса Ставит стенку И овит гравик Который летит Там хрен знает в кого Это как бы серьезно Это серьезно Это типа Ну это фейл Это не шутка Это серьезный провал Это гравитоны Никуда И падает Макри Сразу же после этого Я его дожигаю И Грэс съезжает в Рейна И мы начинаем давление Мы начинаем давить Не прощая Они сдульбиты Они сдульбиты в ситуации Когда у них уже нету Макри И уже нету Рейнхарда Это плохая ситуация Для битов Откровенно плохая Но Берн биты И его тоже добивают Поэтому размены В принципе есть Финны грубо говоря Лискнули И просто большинство Меня тоже здесь додавили Обидно Обидно Если честно Немножко не хватило Если бы вот буквально Или Берна подхили Либо просто бы он Куда-то отошел в бок Могли бы это выиграть А так получилось Знаете что Что финны просто накидали Больше ультимейтов Они отдали Хога Отдали Стан Отдали Биты А мы отдали в этом файте Что? Мы ничего не отдали В этом файте И Грайвера Они тоже еще отдали Ну кстати Мафа вовремя играет Он почти что новый Заметите 80% уже опять Скилл анфикс Ну можно и так сказать Двухсторонняя ситуация Либо твоя мейз Затащила Которая поймала Гравик Либо Фины зафейли Кинули Гравик В стенку Сейчас будет Не помню сейчас Или нет Но на этом стеже Будет Рофл момент Когда Родхок становится Из охотника Жертвой за одну секунду Из-за одного бабла Короче Фины Поскольку накопили Гравик Сегодня очень-очень быстро Они заходят И сразу заимонтируют Идея неплохая Но нужно что-то еще докинуть Поэтому сдают еще и бусты Анна сдала бусты Видно что Ренхард в бустах Но мы отвечаем Как бы Тоже кое-чем Мы даем биты Заморозку и нож И здесь Клоун Фиеста Просто Чтоб вы поняли Чтоб вы поняли Этот гравитон Который я дал Оказался охренительным Просто Потому что что Потому что снаружи Засасало кого-то Внутри Люська засасало За одну стенку Гравик И Макрис Аны Засасало еще За эту стенку И ко всему этому Еще снаружи Был Рудхор И Ренхард В этом гравике Этот гравик Был в пятерых И В трех разных местах Челики были На трех разных стенках Причем Случайно так получилось Я не планировал Засасывать чуваков Изнутри Конечно же Я дал гравик Просто в телегу Чтоб засасать Побольше народу Но вышло так Что я засасал их С разных стенок И они все были Заспличены по одному По два И Берн их просто Нашинковал Это конечно Такой рафл Это шутка Как сделать гравитон Реально красивым Тут у нас Люсек Тут у нас Макрис Аны Тут у нас Родхок Пробуйте Кушать подано Тут Финны Решили Исполнить Нечто особенное Ну то есть В целом Идея правильная Есть такой Дефолт у команд Что если ты идешь С одного челка К поинтера Какого-то прохода И не можешь Из него выйти Несколько раз То ты меняешь проход Финны это и сделали Они пошли наверх И просто Как идиоты Ну не то что Как идиоты Просто отропнулись Одновременно Все с этого окна Чтобы Мэй Никого не взяла стеной Потому что стена Очень мешает Они в тупую упали Да они суропались И еще и Ханун прожали Упали Мэй Забочила Ханун Его еще усыпили Там Там полный насилие Над Макри И так получилось Что мы все В них вбежали Мы Я не знаю Они наверное ожидали Знаете чего Они наверное ожидали Что мы еще убегать Они думали типа Ну мы сейчас окна падаем Вырубаем Ханун И они разбегаются Они разбегаются И мы их додавливаем А нихрена Анфикс бежит в Макри Я бегу в Макри В бабле Генжи влетает в Макри Мы тупо все Влетели в этого Макри Несчастного И Изнасиловали его Короче Страха нет Потеряли шеду Берна На этом деле К слову Не так все это было Радужно Анфикс с одним ХП Убегает Размены 1 в 1 По ДПСам Но Я там хорошо заряженный И Редс тоже помогает давить Поэтому Тут много дэмэджа Было создано И мы выиграем Этот файт все таки в итоге Очередной файт Поигран Ничего не работает Вообще ничего не работает Это у финнов Они уже не знают Что делать Безысходность Есть еще одна заморозка И почти есть новый гравитон То есть Безумное количество Ультимейтов Мэнафарвина Если честно Просто безумное Просто гляньте Сколько ряков Это МОГ момент Это просто МОГ момент Момент Когда Редхог Охотится А потом ты охотишься На него Анфикс стоит Один в стиле Редхог выходит сверху И делает какой-то Незаконный МОГ хук Под незаконным углом Вы гляньте на этот угол Просто Вы гляньте Его здесь нету То есть Жертва не видит Редхога Но я ему накидываю Бабл Я ему накидываю Бабл И Берн моментально Врывается тоже На стрелку за вас Как говорится За свою мэй И они этого Редхога Вдвоем здесь Просто Ну вы поняли Красиво Фланганул Называется Короче Хумзи фланганул Один Бабл Ты в помойке Ну что И тут уже После еще одного Прекрасного состояния Фины понимают Что надо что-то менять Пикают рипера Но у нас готов Гравик заморозка Еще и нож Поэтому Гравик пошел И вы гляньте Какой толпой Они идут в гравик Просто охренеть Вообще Ну это супер косяк На самом деле тоже А знаете почему Толпой идут Типа это палка Двух концов Они идут Толпой Потому что у нас Стенка Но они не могут Идти толпой Потому что у нас Гравик В итоге у них Просто безвыходное Положение Они не могут выйти Они просто не могут Они выходят вместе Чтобы не попасться На стенку И я их всех всасываю Просто Все внутри Оуин Рубен кидает банку В купол Потому что банка Нам не нужна В гравитоне Но заморозка Сделать свое дело Кушать подано Опять И Шадоу Берна Просто нарезает Ну и что бы вы думали После одной комбинации У нас готова вторая Ножик в здании Бусты в здании Что еще нужно Для хорошей Финской нарезки Показывает 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 Загиневший До Берна Да Полетал Нарезал Ладно 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 Ну тут Кстати На самом деле Мы По ресурсам Проседаем По ультимейтам Видно что У нас только 3 ульты Осталось Но у финнов Не сильно больше 4 ульты И Очередной Нанабуэйт Здание И Берна Ловит В Бокхол И дают Стан Вы понимаете Что происходит Его Анфикс Стенкой поднял Анфикс Стал стенку В Бокхол В которой Нас засунули Мы даем комбу Мы прожимаем Нож Буэйт Берн со 100 хп Попадает в гравик И не только Берн Там много Попадает в гравик Они прожимают Биты Фины Они вкидывают Гравитон И Анфикс Ставит в стену Опс Они прожили Стан Все лежат Стан В гравитоне Он поднимает Наверх Берна И Годспид Поливает Все это Биточками Сверху У нас биты Намного лучше На секунду На полторы Походу Это еще Слип Летел в Берна Но Он все еще на хг Он в битах И все окей И они По сути Убили только одного Редза За все вот это Вот За все вот это Счастье Плюс они вкинули Бусты в рипера Заметьте Еще и бусты в рипера То есть Мы отдали вообще много В этот файт Четыре ультимейта Уже вкинуто Ну и Поскольку они вкинули Намного больше Как бы красиво Ты не пыталась играть То все равно Ты тут Проигрываешь Ну слишком много Вкинули Четыре ультимейта Было в здании Мы отдали только Бусты биты И все А ну и нож еще Три ультимейта Ну 3 на 4 То есть чуть больше В принципе да Дофинов это хорошо Дофинов это адекватно Разменычи Для нас не очень Прошу заметить Хумзи свичнул Своего Бога Родхога На обезьяну Наверное Впервые за турнир Мы их зафорсили Все таки Когда он понял Что он вообще Ничего не делает Рыхога Кроме копления Наших ультимейтов Он поменял Ну и тут Еще один врыв Фанфикс досталась Заморозка Он доджит Чарджеренхарда Очень по красоте Обезьяна в ульте Замерзла Отдыхает Очередная И Похоронный Гравик тоже был докоплен Таймоу Кстати Ультует Делает Даблкил В Гравитоне Но Пацанов наших больше Стенка хорошая Три в два Анфикс Это Морозит Попадает Годспид добивает Рубикон Не попадает Рубен Лает Все таки Убивает И это Таки Есть контест Хороший результат 1-0 Уверен Дефенс Ну все На нашей стороне Все прекрасно То есть В полном порядке Находится команда В хорошем здравии Тут опять Маслина гейминг Небольшая Афины тоже понимают Что все реально Расизма В этой игре Нету Просто гляньте Какими картами Играет Этот человек Христол Он играет 2-2 Стенку И 1-1 Финфири Ну это Это арена Надеюсь Впрочем Его выбор Как бы Ну вы понимаете Это будет Дефенс От финнов Let's go У нас Дайв комп Пока что Намечен Не уверен Что мы будем Играть Дайв комп Честно говоря Да Мы играем С Киренхардом С Мэй Такой Микс Тяжелый пик Только Что выберем На фланках Ну две комбинации Назовем его так Это пик Две комбинации Если честно Тут просто Две комбы Заморозка Бойхоу И Наноблэйт Больше здесь Ничего говорить Не надо Россия играет Стандартным Трипл танком Кстати С Родхогом Родхог Пу блин С рипером Извиняюсь Родхог то И так атак В трипл планке А вот На ДПС Играет рипер Который после Близзкона Долгое время Был очень популярен Комбак Который все играли Команды Да Делали На Дрипера Постоянно И наконец-то У финской команды Появляется Цель На Буста В которую Они смогут Скинуть Буст Наконец-то Очень долго Не было Вообще Не было Во-первых Мы видим Хорошую цель Для Буста Ну КП А Анфикс Уже есть Как Бульта Драдуде Поиграл Трипл танком Ну К слову Анфикс Отдаёт Неплохую Заморозку Но его Хукает Хумзи И наказывает За это Линкзер Также Размен даёт Хумзи Убивает ещё И меня И они отдали Бусты ещё Стоит это Понимать Инвагируют Они отдали Больше Кстати да Ульты Копятся Очень быстро Заметили По сравнению С тем Сейчас Копятся Ультимейты Ультимейты Времена Блесклона То есть В той мете Копятся Прям Ну Просто Моменталка Слишком быстро Что Делёт Финны Финны Отходят назад Потому что Потеряли Людей Да Регруп Грубо говоря Они понимают Что мы сделали Пик И они понимают Что мы будем Ломиться Очень быстро Поэтому Они ужимаются Ужимаются В арку В арку В которой Можно ставить Стенку Финны Сделали Теоретически Всё правильно Кроме того Что они забыли Что они играют Пути в Мэй Они все Ужались В арку И мы Их сплитнули Вы просто Посмотрите Какая красота Произошла Финны Отходят Потому что Они потеряли Людей У них Саниспай Дёт Пару человек И они Решают Уйти внутрь Отдать позицию Чтобы Сгруппиться Заново Сгруппироваться Они уходят В узкий проход В который Манфикс Сплитит Мы уйдём Чтобы сгруппироваться Упс Мы засплитились Да Гравик Тут пару человек Есть Гравики Сколько там Два-три тела Имеется Ну да А она падает Холк падает Зали падает В принципе Почти все были Рейнхарт тоже был Снаружи вроде Да И репер ушёл То есть пятерых Поймали мы стеной Буквально Одного отрезали И загравитонили Порезали их всех На самом деле Мы отдали нож Гравик Отдали бусты То есть мы отдали Могу ультимейтов Не то чтобы Сильно была проблема В том что Фины ужались В этот узкий проход Да Они почти все Из него вышли Но Братики Регукнулись Не очень удачно Ну что ж Четыре минуты Прекрасное время Зашли довольно быстро И имеется Заморозка опять Более того Чем мы так долго Держали в этом Проходе финнов Это мэй А у них мэй вообще нету Им плевать У них надо репер будет Ну к слову На репер довольно опасная Ситуация Как ни крути Поэтому В момент Когда они дают На репера Нам нужно будет Просто вайпнуться И Вы гляньте на этот Факап Вы просто гляньте на него Казалось бы Факап Да Как плохо Они сдали Буст И какая же он Имба Когда он даёт скорость Просто посмотрите Они сдают бусты В репер Когда он начинает убегать Он сдал бусты в репера И репер ушёл в шифт И уходит назад Но из-за того Что буст не порезанный Буст даёт ему спид Репер успевает вернуться И справить Зафейли на буст Но на буст был фейловый Он его зафейлил Но нет Наказания за ошибку Никакого нету Потому что Слишком сильный ультимейт ОП В итоге они дают камбу Своё Прожимают ещё и биты Это радует Это радует То есть Сопротивник вкинул Ещё лишние биты У нас биты остаются преимуществом И у нас есть буст Но нету больше ничего Плохо Нужно делать экономику Какую-то Строить То есть Таковать нечем Либо Шутберн докапливает нож Либо я докапливаю гравитон И с этого играть Поэтому стоим и копимся Стоим и копимся Просто стоим и копимся Ну а что Давайте покопимся А потом Хумзи попадёт Хук в Берна Довольно безумный хук На самом деле был Довольно сильный Ничего не поделать Хук есть хук Отходим на регруп Отходим на регруп Будем ждать Вариантов нету Хороший хук от Хумзи Хороший пик для их команды Для финской сборной 10 секунд времени 15 выиграно Но мы тоже копимся В это время Выграете на Unfixed Не стоит забывать Что Unfixed Копит Но Здесь финны делают правильно То что иницируют первыми Я даю игроку ответ И угадаю что выиграет игру Заморозка Финны как будто бы не финны Мёрзнут просто как собаки То есть В чём преимущество вообще Почему мы уиграли этот файт Мы должны были его проиграть вообще Мы вкинули больше ультимейтов Во-первых Во-вторых У нас есть комбинация У них комбинации нету Он дал гравик Но нет никакого фуллапа У них есть Котхок Вот Котхок прожал ульту Убил Редза И всё И он замерзает То есть Заморозка плюс Бурхол Сильнее чем Котхок плюс Бурхол Просто-напросто И всё Вот и всё Вот это математика Плюс Бернда кидает ещё нож Да На один ультимейт больше мы кидаем Поэтому мы 100% выиграем файт Но я думаю даже без ножа бы мы выиграли всё равно Если честно Но Даже два Мы ещё на нано-буст отдали То есть мы отдали 4 ультимейта И к слову я 30% ультона сразу же вернул Я только что реак дал У меня уже 34 Ультимейты противника Обычно Считаются Всеми тиммейтами В количестве Одной-двух штук И Как правило В командах существует Координатор Майнколер Который Производит общий анализ Общий того Что происходит Спрашивает Какие ультимейты были Каких не было И строит план На ближайшей файтеру Обычно есть Майнколер Который собирает всю информацию Ну и озвучивает её Но не всегда Не всегда Бывают команды без Без майнкола Бывают когда команды Сами считают Все люди По одному По два И строят Все целую общую картину Сами Игроки Ну это Это какое-то MLG было Типа Чё это за реакция Вообще-то Нездоровая реакция Тупо Unfixed Блочит Стан Ренхарда Шифтом Жесть Вообще жесть Тупо жесть Как так-то Это было очень хорошо Типа Стан Ренхарда Никуда ушёл Или его Редз забочил Нет Он же Редз не забочил Он же упал по-моему Да Слил от него Да Редз упал Редз сидит на земле Ему бабу дал Я Редза спасаю После стана Лол Он фикс успел Уйти В шифт Я видел всех лежащих Я как бы понял Что Надо это делать Тут заря остаётся Против Unfixed И Рипера В большинстве Unfixed тут Пытался Вытащить катку Заморозкой Но не смог Но не смог Не хватило И на самом деле То что он дал Заморозку Вы видите Да Что у меня Гравит он готов Это плохо Потому что Гравик есть И Бёрн отдавал Нож А это значит Что Что докидывать Гравик Будет нечего Кроме Буста в Редзе На самом деле Можно сдать В этом файте Гравик и буст И цикл вернётся Обратно У Бразинника Самое хорошее То что нет ульты То что Таймола Отдал ульту В прошлом файте Он тоже Факатнул Типа себе комбинацию И здесь Мы ловим Мафу Его просто поймали Смотрите Мы выходим Он стоит впереди Рейна ходит назад Мафа уходит Впереди со счётом И его он фикс Отрезает Как ребёнка Но Сзади падает Таймол Ему дают пусты И он у меня В три шота Просто Вот так вот Мы поняли Это очередной Выигранный файт Хоть у меня попадает Хороший слип Вражеского рипера Они отдали бусты Они отдали гравитон Они отдали хорошую комбу И факапнули себе Следующую комбу Теперь у них нет На рипера Это плюс для нас Мы же подкопились Но у нас тоже пока что Нет комбинации Он фикс 150 Дальше на 36 Следующий выход от нас Опять очередной Снова на телегу И рипер с ультимейтом Сзади Тут Как бы Сверху он Ныкается Дождёт И Что странное происходит Он зачем-то падает вниз Короче У финнов Прошла инфа Что мы походу идём в бар Я не знаю Кто там Возле бар Зачем они пошли налево Просто зачем Я выхожу Кидаю гравик Попадаю в одного рипера И в какого-то люська Там несчастного Его забревает Но вражеский Рейн даёт стан И Тайму прожимает ульт Но заморозка тут Как тут Размен 2 в 2 Рубена выжаривает Макак Но я его спасаю По-братски Божечки кошечки За рубиконный двор Обезьяну в упоре Рубен выживает На полных валах Вообще На одном хп Почему Не тут под себя банку Сумасшедший Дай банку под себя Всё нормально Дал банку под себя И да Мы выиграли Так этот файт Инициация была Такая себе Гравитон был Так себе Контр Инициация была Хорошая от финна Если честно Стан и рипер Сделали хорошее Вэлью Но заморозка Всё зарешало Заморозка была Супер Просто то что надо Вот по таймингу Идеально просто Залетело И То что Рубикон не сдох Конечно тоже Повезло 20 хп 10 хп у него Осталось Если бы обезьян Ещё секунду его прожаривал На секунду позже Я бы убивал То Ну в принципе Ну банки бы в Холга Не было Холга бы дольше Убивали Но не более В принципе Мы с Афиксом Без Рубена бы справились Поэтому На самом деле Рубена не так жалко Матрица не бочила Раньше весь дамэдж И она если нажималась Её отменить Уже нельзя было Она висела Пару секунд И уходила В КД Поэтому Матрица сейчас Намного сильнее О чём ты говоришь Какая контроль Риперу Ну здесь мы развлекаемся С обезьяной В бусте В Бургхоле А Бёрн достает Ещё и ножик Короче говоря Фины просто не успевали На блок Смотрите Они по одному бегут Тут Триса вбегает Рубен по не попадает Не попадает Молотком Рецы добивает И вбегает Обезьяна в ультимате Ну то есть Предущий файт выигранный Он позволил нам Уже завершить Потому что Они по одному Дальше вбегают И не могут Просто не могут Физически Забочить Заморозка будет Явно Ну здесь идеально Заморозка заходит Да Узкий чёлк И противник обязан Бежать в площадь Поэтому это Good Game Well Played 2-1 Сборная России Проходит в финал Дальше вбегает avil